Всем привет, дорогие друзья! В данном видеоролике я, как обычно, собрал несколько интересных новостей, которые связаны с Польшей, нахождением в Польше и так далее. За последнее время набралось достаточно много интересных, актуальных, таких свежих новостей. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и поставьте лайк авансом за мои старания. А мы начинаем. Так вот, первая новость, которую я хотел бы с вами поделиться, это такой магазин в Польше под названием Кик. Он выдает подарочные сертификаты для украинцев на сумму 100 злотых. Это такие магазины Кик, их порядка в Польше 420 штук. И там есть такая мужская одежда, женская одежда, различные аксессуары, предметы домашнего интерьера и так далее. Так вот, данный магазин сейчас выдает карты для украинцев, которые заехали в Польшу после 24.02, как я уже сказал, номиналом в 100 злотых. По данной карте вы можете расплачиваться не сразу за один раз. Можно расплачиваться, купить сегодня, купить завтра, послезавтра. То есть частями можно оплачивать на суммарно 100 злотых. Вот такие они выдают буклеты, можете также ознакомиться, поставить на паузу и детально ознакомиться. Чтобы получить такую карту, нету какой-то формы, вы должны сами прийти в магазин на этот Кик и написать заявление для получения такой карты, придя с вашими документами удостоверения личности, а также подтверждением даты заезда в Польшу после 24.02. Следующая новость, которая появилась только вчера, это 4 страны Шенгена дают украинцам право путешествовать в их странах вне зоны Шенгена. То есть условно, если у вас закончились уже дни без виза, эти 4 страны дают право путешествовать у них вне вот этих дней, то есть еще дополнительно на 90 дней. Это такие страны, как Хорватия, Болгария, Румуния и Кипр. Возможно, на данный момент кому-то это не актуально, но кому-то будет это интересно. Так вот, на примере это выглядит следующим образом. Например, вы жили в Польше 90 дней, у вас заканчивается без виз, вы понимаете, в Украину вы не хотите, на территории Польши вы можете находиться, но в другие страны Шенгена вы не можете поехать. Так вот, теперь вы можете поехать, например, в Болгарию на те самые 90 дней, и они не будут учитываться в общий список, в общий вот этот показатель без виза европейского. То есть условно, находясь в Болгарии, ваш без виз будет обновляться. И тем самым вы сможете опять заехать в Польшу, либо в другую страну. То есть именно в этих 4 странах, которые предлагают такую возможность, там не учитываются дни без виза в общий список. Поэтому можно там находиться это время. Следующая интересная новость. В Гданске студентам из Украины предлагают бесплатное обучение, а также стипендию в 1500 злотых. Так вот, на сайте Высшая школа Банкова в Гданску есть объявление о том, что теперь они принимают к себе студентов из Украины, которые заехали в Польшу после 24.02. Такая возможность стала благодаря программе в Польше «Солидарность с Украиной». Так вот, данный университет организовывает серию бесплатных курсов для студентов с возможностью получения такой стипендии в 1500 злотых. Данные курсы будут проходить с июля по сентябрь с 8 до 2 часов дня, а будут по следующим направлениям происходить обучение. Это английский язык в бизнесе, это польский язык, это коучинг, а также это архитектура. Регистрация по данной программе уже начинается в ближайшее время, поэтому я вам оставляю ссылки на экране, вы можете ознакомиться, написать и, если вас интересует, то записаться на данные курсы. Следующая новость также касается образования в Польше. Так вот, Польша планирует принять у себя порядка 400 тысяч учеников из Украины. Так вот, заместитель министра по образованию в Польше сообщил о том, что Польша действительно планируется принять такое количество учеников. На данный момент это количество в два раза выше тех учеников, которые уже сейчас учатся в польских школах. Так как, по словам замминистра, ситуация в Украине не может быть прогнозируема, поэтому ожидается такое количество детей в польских школах. А также планируется изменение в законодательстве, чтобы можно было брать учителей из Украины, чтобы они могли также работать в Польше. Так как на данный момент есть дефицит в учителях, которые могли бы общаться сразу на двух языках – польском и украинском. А проблема же нехватки мест в классах, по словам замминистра, также пропадет. Так как беженцы сейчас в основном выезжают из крупных городах, городов более мелкие, а в мелких городах школы охотно и активно открывают новые классы для таких детей. Поэтому это хорошая новость, что у детей из Украины, которых сейчас нет возможности обучаться, появится такая возможность обучаться в Польше, интегрироваться с польскими детьми и изучать также польский язык, украинский и те предметы, которые необходимы. И последняя новость – это тот факт, что ввоз авто из Польши в Украину без пошлины теперь уже нельзя будет сделать. Так вот, Верховная Рада Украины вернула налоги и пошлины на ввоз автомобилей в Украину. Этот законопроект под номером 7418 был принят сразу в двух чтениях. Поэтому теперь с 1 июля для граждан Украины физлиц нельзя будет ввести автомобиль без пошлины и уплаты НДС. Так вот, по одной из причин, почему возвращают пошлины, объясняю тот факт, что за тот период, пока были льготы, государство недополучило порядка 2 миллиардов гривен. А те люди, которые пользовались именно ввозом автомобилей без пошлины, в основном завозили автомобили премиум-класса, которые стоили более миллиона гривен. То есть, в соответствии с этим, государство недополучало много, а автомобили покупались только в основном премиум-класса, люди, у которых деньги есть. Поэтому это одна из причин, которые объясняют. Но в любом случае, те люди, которые планировали, возможно, купить авто, должны понимать, что теперь с 1 июля ввоз авто без пошлины больше не получится. Ну что же, друзья, надеюсь, видео было интересным и полезным. Постарался собрать основные новости, рассказать их кратко. Если хотите более детально про них узнавать, то, конечно, можете загуглить, найти всю информацию в интернете и детально ознакомиться. А ссылки на те сайты, которые я рассказывал, я, конечно, оставлю в описании под видео. Поэтому переходите в описании под видео, там также много интересных ссылок. Это Telegram-группа, где вы, например, можете задать свои вопросы, и я стараюсь отвечать на те, которые, конечно же, знаю. Это группа Viber с работы в Польше. Это YouTube-канал по изучению польского языка для детей. А также бесплатные переводы денег из Европы в Украину. По моей ссылке вы получите бесплатные переводы абсолютно по всем направлениям. То есть из Польши в Украину можно будет отправить без комиссии. Поэтому регистрируйтесь сейчас, а деньги сможете перевести позже, когда вам это будет нужно. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока.